Хммм, 5 часов 43 минуты. Животное чувствует себя нормально, только что съела несколько зерен корма. Привет, Сэмми! Привет, Рыжик! Чем занимаетесь? Сью, а ты когда-нибудь замечала, что хомяки ведут себя очень последовательно? Ты серьезно? Нет, Сэмми, никогда! Я наблюдаю за Рыжиком уже 3 часа. И должен сказать, он очень умный! Если честно, я думаю, что хомяки — это пришельцы, прилетевшие на Землю с далекой планеты! Ой, Сэмми, не представляю! Летающая тарелка, которой управляет хомячок! Это не смешно, Сьюзан! Возможно, это правда! Окей, давай проверим! Рыжик, иди домой, а вас, мистер ученый, я приглашаю к участию в новом проекте! Привет, ребята! Сегодня мы пойдем на поводу у яркого воображения Сэма! Мы смастерим летающую тарелку для хомяка! Да, знаю, затея безумная! Это еще что значит, Сью? Кажется, ты не хочешь признавать существование хомячей цивилизации в далекой-далекой галактике? Ох, Сэмми, ты же знаешь, что я всегда готова поддержать твои теории, даже самые безумные! Можешь, пожалуйста, принести 3D-ручку? Обожаю поделки с 3D-ручкой! Кажется, я видела ее где-то на кухне! Кстати, вы уже подписались на наш канал? Здесь вы найдете кучу видео с этим инструментом! Ручку, Сэмми! Ребята, чтобы сделать кабину пилота, нам понадобится половина вот такого пластикового шарика! Его можно купить в магазине товаров для творчества! Поставим кабину в середину тарелки и обведем маркером, вот так! Нашему пилоту понадобится удобный вход в этот аппарат! Согласны? Давайте нарисуем его вот здесь! Ой, Сью, ты же знаешь, как я обожаю секретные материалы и людей в черном! Просто поверь, тарелка должна быть серой! Как скажешь, Сэмми! Или, может, серебристой? Ты у нас эксперт! Уху-ху-ху! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это будет самая нижняя часть нашей тарелки. И вход здесь чуть поменьше, а пол очень прочный. Одобряю. Теперь перейдем к кабине пилота. Нам понадобится небольшая емкость, которая подойдет половинке шарика по диаметру. Берем самосохнущую глину. Цвет может быть любым. Для начала делаем вот так. Сирил, как ты думаешь, когда закончим этот проект, можно будет считать нас уфологами? Не уверена, что уфологи обычно строят неопознанные летающие объекты. Да ладно! А что тогда, по-твоему, они делают? Ну, эти ребята в большинстве своем изучают всякие загадочные круги на Земле. И берут интервью у тех, кто утверждает, будто видел инопланетян. Будьте осторожны с ножницами, ребята! Уфологи собирают и обрабатывают эту информацию, чтобы, наконец, найти способ связаться с жителями других галактик. Понятно. Хм. А кто тогда строит летающие тарелки? Сами инопланетяне, понятное дело. Хм. Хотя я как-то читала статью, что люди несколько раз предпринимали попытку построить что-то типа летающей тарелки. Ребята, не забудьте оставить место для входа вот здесь. Итак, теперь можно снять эту штуку с основы. И добавить еще один слой пластика. Ну так что? Что произошло с тарелками, построенными людьми, Сью? Ну, сейчас они не используются. А значит, они неэффективны. По крайней мере, для гражданской авиации и пилотируемых космических кораблей. Только представь, путешествие по Европе на летающей тарелке вместо самолета! А обед выдают инопланетные стюардессы с восьмью руками и двумя головами. Было бы круто! Ребята, ставьте лайк, если хотели бы на такое посмотреть. Теперь прикрепляем кабину пилота к нижней части нашей тарелки. Убедитесь, что оба отверстия для входа совпадают. Сью, помнишь, к нам однажды прилетела инопланетянка из галактики Гу-Гу? Было так приятно с ней познакомиться и покормить ее. О, кажется, я проголодался. Ты всегда голоден. Ребята, если вы не видели ролик, про который говорит Сэм, отыщите его на нашем канале. А чтобы больше ничего не пропускать, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Здорово! Теперь прикрепляем прозрачную часть кабины пилота. Вот так. Можно зафиксировать ее клеем или 3D-ручкой, как делаю я. Эээ, Сьюзан, кажется, ты пропустила несколько местечек. А вот и нет, Сэмми. Я специально оставила эти отверстия. Смотри. Вау! Я просто вспомнила, что на летающих тарелках, которые показывают по телевизору, всегда светятся огоньки. Я подумала, что и наша тоже должна мигать вот такими восьмью светодиодами. Какая крутая идея, да, ребята? Ставьте лайк, если согласны. А теперь я покажу фокус. Готовы? Вжух! Супер! А точно получилось? Еще бы, Сэмми! Видишь? Ребята, попросите взрослых помочь вам с проводами. Осталось правильно соединить верхнюю и нижнюю части нашей летающей тарелки. Для этого мы используем еще пластик и 3D-ручку. Эй, Сьюзи! Я тут подумал, что после этого проекта надо будет присоединиться к какому-нибудь секретному агентству, которое занимается пришельцами, летающими тарелками и всяким таким. Ха-ха-ха, ты задумал что-то конкретное? О, да! Думаю, мне очень идут черный костюм и очки. Ха-ха-ха-ха! О, Сэм, ты говоришь про людей в черном? Ага, мы бы смогли работать вместе, агент Сэм и агент Сью. Но разве нас не должны называть по первой букве имени? Точно! Тогда мы будем С и С. Так можно запутаться, Сэмми. Представь, что кто-то зовет С, но имеет в виду меня. А приходишь ты, и что это будет? Хе-хе, думаю, все будут в восторге. Меня все всегда рады видеть. Хе-хе-хе, агент Сэмми. Хе-хе, агент Сэмми. Хе-хе-хе! Сью, как думаешь, агентство людей в черном реально существует? Ну, я слышала, что это скорее городская легенда. Хотя многие верят, что такие специалисты действительно есть. Например, Грей Баркер. Писатель, известный своими книгами про НЛО и разные паранормальные явления. А история людей в черном основана как раз на его книге. Под названием они слишком много знали о летающих тарелках. Интересно. Думаю, стоит ее прочитать. Поможешь мне сначала закончить проект? Мне пригодится твоя смекалка. О, ладно. А я думал, мы уже почти все. Не совсем, Сэмми. Смотри, что у меня тут. Эээ, банка? Хочешь, чтобы я насыпал в нее печенье? Хе-хе-хе! Нет! Мы посадим тарелку на эту банку. Но я хочу, чтобы создавалось впечатление, будто она зависла под углом. Ни слова больше, Сьюзан! Мистер Сэм уже все понял! Я все-таки не совсем понял, зачем Сью эта банка. Оставайтесь с нами, ребята, чтобы узнать. Вот так. Я добавила зеленую полоску вот сюда. Так что теперь наша тарелка стала еще ярче. Как тебе, Сэмми? Да, точно! Фио, теперь-то ты объяснишь, зачем мне пришлось подрезать эту банку. Ха, конечно! Помнишь тот загадочный свет в форме конуса, который вырывается из дна летающей тарелки, когда пришельцы подлетают к кому-то, а потом забирают на борт? Ого! Как на той фотографии, где они пытаются похитить корову? Точно! Крутая идея с коровой, кстати! Сейчас принесу! Тем временем я приклею нашу тарелку к банке. Ребята, будьте очень аккуратны с горячим клеем. Вот так. Добавим еще пластика, чтобы все смотрелось аккуратно. И еще один декоративный элемент. Вот так. Да где же она? Нет. И тут нет. Да ладно! Здесь корова не пробегала? Эй, Рыжик, ты корову не видел? Ах ты, Рыжик! Ты украл бедную корову даже без летающей тарелки! Эта межгалактическая хомячья раса, похоже, сильнее, чем я думал. Надо рассказать Сью! Сью! Сьюзи! Слушай, вау! Что это? Просто кусок пластика. А что? Ты не поверишь, где я нашел корову. У клетки Рыжика! Он ее забрал Сью! Он ее похитил, как пришелец! Или ты, как всегда, забыл разложить вещи по местам. Ты вчера с ней играл, помнишь? Ааа, точно! Ну ладно. Ребята, а мы снова воспользуемся горячим клеем. Так что еще раз скажу, будьте осторожны. А теперь мы установим всю конструкцию на кусочек газона. Вот так. Выглядит почти идеально, Сью! Я кое-что добавлю. Готово! Молодец, Сэм! Я тоже придумала одну деталь. Зацените, ребята! Мы сделали лестницу с помощью 3D-ручки. Теперь наш пилот легко сойдет с корабля. Круто, Сью! Ну что, докажем, наконец, мою теорию про хомяков-пришельцев? Я-хо-хо! Субтитры сделал DimaTorzok Наблюдение день четвертый. Приземлилась летающая тарелка. Посмотрим, что сделает тестируемый объект. Ребята, а вот и наш пилот, который готов захватить далекие галактики! Вау, Сэмми! Он идет прямо к тарелке! Давай, Рыжик! Ну же, не бойся! Смотри, он полез по лестнице! Он станет первым хомяком, высадившимся на Марс! Сью, думаю, Рыжик готов к взлету! Ю-ху! Е-е-е! Да, Сью! Это просто невероятная поделка! Ребята, я бы на вашем месте поделился этим видео с друзьями и подписался на наш канал! Да, Сэмми, если честно, я и не подумала, что летающая тарелка получится такой красивой! Кажется, Рыжику она понравилась! Не так ли, Рыжик? Думаю, он поставил бы лайк! Ребята, надеюсь, вам тоже понравилось! На нашем канале всегда можно найти множество интересных идей! Увидимся в следующем ролике! Пока! Не бойтесь, больно не будет! Вы просто увидите вспышку и забудете все, что видели за этот день! Сэмми! Что? Я просто хочу, чтобы наши видео пересматривали снова и снова! Хе-хе-хе-хе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова